Информация о санатории «Сосновый бор», который был закрыт за долги, в марте этого года поступает весьма противоречиво и тревожно. В последнее время все чаще говорят о том, что в здании санатория орудуют мародеры. Выносили, срывали кондиционеры, хорошие двери с люксов, с номеров улучшенной планировки. Уносили хорошие кровати, мебель. Ну, в общем, все, что можно, все унесли. Холодильники, телевизоры. Клавдия Глинкова проработала в санатории 33 года. Руководство «Соснового бора» осталось должное 86 тысяч. И когда их выплатят, пока не ясно. Но чтобы понять, действительно ли мародеры выносят из санатория все ценное, мы отправились в «Сосновый бор». Ворота оказались крепко заперты. Табличка о том, что вход на территорию санатория запрещен, в наличии. Ну, а мы отправились вдоль забора. Мы решили выяснить, насколько сложно попасть на территорию санатория в обход поста охраны. И тут перед нами открылась масса возможностей. Но, во-первых, перелезть через такой забор может даже неподготовленный человек. А, во-вторых, существуют вот такие упрощенные варианты. К слову сказать, в такое отверстие можно принести все, что угодно. Кондиционер, телевизор. Конечно, это был лишь эксперимент. И дальше на территорию санатория мы проходить не стали. Зато выяснили, что чисто теоретически это возможно. А вот сюда можно было бы подогнать машину, чтобы вывезти имущество соснового бора. Однако, это всего лишь наши предположения, которые мы решили подтвердить или опровергнуть, обратившись к охране. К нашему удивлению, препятствий нам не чинили, и мы смогли абсолютно легально попасть на территорию санатория, чтобы убедиться. Спальные медицинские корпуса опечатаны, пломбы не тронуты. А значит, ни о каком мародерстве речи не идет. Кроме того, каждый час-полтора охрана совершает обход территории. Правда, от комментариев на камеру охранник отказался и попросил его не снимать. Но сообщил нам, что мебель, телевизор и кондиционеры и многое другое продали санаторию Старица. И то, что многие восприняли как акт мародерства, было вполне легальным вывозом купленного из зданий соснового бора. А вот что ждет санатория в будущем, покажет время. Единственная надежда на то, что найдется покупатель, который восстановит уникальную здравницу Рязанской области.